Гельман с нами на прямой связи. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Во-первых, не знаю, поздравить или посочувствовать с тем, что вас в России объявили в международный розыск. Как вы, кстати, восприняли эту новость и как она повлияла на вашу жизнь? Ну, неприятно в целом. Но, с другой стороны, ожидаемо. То есть было понятно, что есть какие-то новые законы, которые я не собирался исполнять. Закон о фейках. То есть нельзя называть войну войной. Дискредитация вооруженных сил. То есть я сторонник сокрушительной победы Украины в этой войне. Я не исполнял закон об иностранных агентах. Я с декабря иностранный агент. И вот эта плашка. Отчета ни одного не сдал. Ну, то есть, как бы, по идее, я первый, что ли, сказал, что я не буду выполнять эти законы. И это был вопрос времени, когда это случится и что это значит. Ну, мне кажется, что после форума в Вильнюсе, где я вел вот эти дебаты между Ерофеевым и Каспаровым, и где мы встречались с европарламентариями, ну, то есть, как на какой-то более-менее такой официальный уровень вышло мое оппонирование этой власти. Я думаю, после этого они послали такой сигнал. А этот сигнал, он о чем свидетельствует? Не приезжайте, не возвращайтесь, не говорите? Или что? Как вот его можно интерпретировать? Ну, мы следим за тобой, да. Ну, в первую очередь, конечно, я думаю, что вот когда меня делали иностранным агентом, это был сигнал «не приезжай, не возвращайся», выдавливание из страны. Вот. А здесь, мне кажется, это скорее сигнал не мне, а каким-то другим людям. Ну, вот видите, до чего доводит. Ну, вот вы уехали, ну, и молчите в тряпочку. Тогда у вас будет возможность там, я не знаю, ездить там, переводить деньги. Ну, то есть, какие-то сложности они же все-таки, например, мне там адвокат советует пока не ездить, в страны бывшего СССР. Там, в Молдову, в Грузию, там, ну, вот, что там, ну, то есть, какие-то неудобства они все-таки таким образом сумели мне организовать. Но я думаю, что все-таки главная мишень – это те другие люди, которым говорят, что не будь такой, как Гельман. Значит, ты наш противник, но ты молчи, и тогда, значит, как-то будет у тебя нормальная жизнь. Вот много разговоров было о том, что Кремль, он, ну, не то, что опасается, я не могу, конечно, использовать эти формулировки, я не знаю, но тем не менее, он заинтересован в том, чтобы представители культуры либо поддерживали власть, либо молчали, потому что за ними есть аудитория, и, соответственно, это пугает. А люди культуры, они не пошли массово за Кремлем. То есть те, кого они удалось собрать, это, ну, даже не первая ряда история. Это так, как вы считаете? Да, в целом это так. Единственное, что печально, что многие молчат. Дело в том, что сейчас это же не просто война, знаете. То есть сейчас это какая-то такая достаточно нравственная ситуация, когда они там бобят города, оставляют их без тепла перед зимой. И мне кажется, что в этой ситуации молчать – это тоже высказывание. И, к сожалению, вот такой конформизм, ну, понятно, что сторонников войны среди людей искусства практически нет. То есть я думаю, что это меньше одного процента. Но вот людей молчащих, людей, которые выбрали для себя позицию не участвовать ни в чем, спрятаться много очень. К сожалению, очень много. Другое просто радует, что ведущие, то есть те, кто основные, те, у кого нет такой шанса, понимаете, например, там какие-то галеристы, которых никто не знает, у них есть возможность промолчать. А есть кто-то, кому нельзя молчать. Это касается, я не знаю, в журналистике Познер молчит, но ведь его молчание звучит. То есть все говорят, где Познер. То есть у него нету на самом деле такой возможности молчать. То же самое в искусстве. Есть люди, которым не положено молчать. А то, что они молчат, что-то означает. К сожалению, там среди них есть и мои какие-то друзья. Но это печальная ситуация. Но, конечно, есть те, кто радуется просто тому, что за ними, за властью не пошло большинство. Но мне кажется, это как раз нормально. Этому удивляться не надо, потому что вообще интересы искусства, любого искусства, и интересы нынешней вот этой власти идеологически прямо противоположны. Посмотрите. Художник стремится в будущее какое-то. Он творит для будущего. Там говорили, что будущее нас оценит. А Путин, они все в прошлом. Они в 19 веке. Они говорят про традиционные ценности. То есть они как бы с художником, с любым художником находятся в противофазе. Художник хочет быть известным во всем мире. Хочет быть частью открытого мира. Нет ни одного, ну, в широком смысле художника, художника, писателя, музыканта, который бы сказал, вот я там в Риге хочу быть известным, а в соседних странах не хочу. То есть они хотят... А Путин говорит, нет, у нас отдельный русский мир. Мы сейчас там построим стенки и будем друг друга веселить, друг друга кормить культурой. Ну и главное, это то, что свобода – это кровь искусства. То есть даже вот те, кто как бы на стороне этого русского мира, там, какой-нибудь Дугин, Захар Прилепин, там, Беляев Гинтов, даже им нужна свобода, которую Путин сейчас не дает. То есть... И поэтому то, что люди искусства не пошли за этой сво, это как раз я этому не радуюсь, а я просто считаю это нормальным, естественным положением дела. А есть среди деятелей искусства такие потерявшиеся, растерявшиеся... В этом контексте, конечно, вспоминается Анна Нетребко, и у нее позиция очень странно формировалась, и до конца не ясно, Анна Нетребко сейчас с кем, за кого на самом деле. Ну, да, ну, есть, конечно, прагматики, и я считаю, что Нетребко прагматик в этом смысле. Ей, она была за власть, когда это не мешало ей делать карьеру в Европе, но как только помешало, она, значит, перешла на другую сторону. Но дело в том, что нельзя их осуждать, но они прагматики. Осуждать, когда прагматики с прагматических соображений переходят на сторону добра, как Нетребко, мы радуемся, что, значит, работает. Работает вот эта канцеля Russian Culture, то есть какие-то механизмы работают, они заставляют людей, иногда даже таких беспринципных, переходить на сторону добра. Вот. Но если говорить о потерявшихся, которые не понимают, что происходит, и так, и так, ну, вот, мне кажется, ну, вот, недавнее, это не из искусства, а вот этот недавний казус с дождем, он как раз говорит о потерявшихся. Ну, потому что человеку сложно, вроде бы надо жалеть мальчиков, да, с другой стороны, эти мальчики убивают, их послали на войну, и они пошли. И вот, то есть, как бы, ну, знаете, как говорят, что невежество в эпоху информации это личный выбор. То есть нету ни одного человека, которого могут оградить сегодня от получения информации. Не удалось Путину оградить, там, от Фейсбука, от Ютуба. Ютуба. И то же самое думать. То есть надо додумывать до конца простые вещи. Вот. И поэтому, наверное, есть какие-то люди, которые просто, их просто это настолько прибило, что они еще не выбрались из этого. То есть они в этом ужасе как бы отказываются понимать, там, принимать чью-то сторону. Наверное, такие люди есть. Если война будет долго длиться, то эти люди начнут, знаешь, в советское время, говорят, мне кто-то сказал, что было 500 диссертаций докторских о слове о полку Игоря. И такой интерес был связан не с тем, что это такое сложное произведение с какими-то, что существуют какие-то огромные, какие-то источники, которые надо разбирать, а с тем, что вот такие пришибленные люди не хотели заниматься ничем актуальным. То есть когда занимаешься современной литературой, ты должен либо врать, либо, если ты честный, то, значит, рисковать. Вот, значит, люди выбрали вот это слово о полку Игореве. Я думаю, что вот в русском искусстве очень быстро вот этот огромный массив людей, которые молчат, сейчас будут искать свое слово о полку Игореве. Их это не спасет, но они будут пытаться таким образом спастись. Еще, кстати, вопросы приходят от наших зрителей. Я уже упоминал нетрепко, но спросят вас прокомментировать феномен цискоридзе, потому что ректор Вагановского хореографического училища сейчас ведет программу на одном из федеральных каналов и, в общем, кажется, наслаждается всей этой ситуацией. И еще один известный балетный танцор это танцовщик. Это, конечно, Полонин, который даже делал татуировку Путина, но потом столкнулся с тем, что в одной из сопредельных с Россией стран отказались его принимать именно по этой причине. Что с ними? Это прагматики, конформисты или здесь есть какие-то другие причины? Да, ну, цискоридзе, ну, вообще, мне казалось, что он сбежал все-таки. Мне казалось, что он куда-то сбежал, в Грузию все-таки, тихо так, и вести передачу не стал. Ну, может быть, я не прав, я не слежу. Но в целом он похож, вот они все вот эти бабочки, ну, как, знаете, были какие-то шутки, там, артистов, проституток, ну, что они, собственно говоря, от них требовать какой-то ответственной позиции не получается, да, то есть, хорошие ноги не являются гарантией каких-то мозгов. Мне он кажется, ну, я не знаю, вот, мне он кажется просто неумным человеком, который тает от власти, как только приближается к власти и тает, которому нравится вот просто купаться вот в этой, он такой, как бы, смотрит на себя со стороны, он все время в позе такой, поверхностный человек. Я бы даже его, вот, такого рода людей, вот, как Киркоров, Цискоридзе, там, еще какие-то, я бы про них даже не говорил, потому что они не являются, ну, как это, инженерами человеческих душ, они не являются, ну, лидерами, да, там, ни Гребенщиковым, ни, там, Земфиры, у которых есть фанаты, есть люди, которые, на мнение которых реально можно повлиять. Мне кажется, у них нет, это просто такое декоративное оформление, вот, что, кстати, с Аполлониным интересней ситуация, то есть, там был какой-то такой альтернативность какая-то, вот, в его поведении до войны было, вот, это мне даже иногда нравилось, да, потому что он человек, который как раз в основном живет на Западе, и он, значит, таким образом провоцировал людей. Ну, знаете, как какая-нибудь бабушка, вдруг, там, ей плохо или что-то такое, она придет на митинг с портретом Сталина, там, в 90-х годах. Это же не значило, что она там реально сталинистка. Она хотела какой-то провокации, она хотела, чтобы камеру телевидения на нее переключили. Вот, мне казалось, что Полунин тоже, что он провоцирует вот это общество, общество, ведь, ну, европейское общество тоже имеет свои, как это, сложности, вот этот, ну, какой-то такое замкнутость иногда. И, значит, вот, мне даже в чем-то, несмотря на то, что, конечно, кажется диким вообще быть путинистом, но при этом мне что-то в этом нравилось. Но все это кончилось. Здесь очень важно сказать, что вообще политика кончилась. Нравится Путин, не нравится Путин. Началось убийство. Вот, я даже не хотел бы сказать, говорить слово война. Я вот началось государство убийца. И, мне кажется, отскочить должны все. Просто, как бы, просто от того, что мы находимся, там, я не знаю, в мире, в котором уже давно, уже две тысячи лет, ну, звучит проповедь не убей. Вот, поэтому я не знаю, честно говоря, какова сейчас ситуация его. То есть, что, вот, я его не замечал среди активных сторонников СВО. Вот, поэтому не знаю, что с ним сейчас. вы сказали о том, что Киркоров и Ко это декорация, с другой стороны, вот, хотел как раз порассуждать на тему формирования не только вкуса, но и безвкусицы. То есть, если мы говорим вот о том, что называют попсой, даже не популярной музыкой, а попсой, это же миллионные охваты. Стас Михайлов, которого слушает огромное количество людей, этого, ну, нельзя игнорировать. Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Зельфиры, те люди, которые важны для многих людей, все-таки важны часто именно для определенной прослойки. А здесь идет вот такой широкий охват. Вы считаете, что они все-таки не формируют вот это понимание и представление о вкусе, опошляя его и превращая вот в то, что в итоге мы имели? Ну, если мы говорим, давай сначала немножко все-таки про политику, то есть, в целом, вот эти, допустим, женщины, которым когда-то нравился Киркоров, а потом Стас Михайлов, то есть, они предали Киркорова ради Стаса Михайлова, они, в общем, не предполагают, что это их интеллектуальный какой-то как бы барометр, да, куда они, куда он, туда и мы, да, что это человек, то есть, они просто, ну, какие-то свои, я не знаю, невоплощенные фантазии человеческие, сексуальные, значит, видят в этих людях, вот, что касается в целом, значит, формирования, как бы, ну, массового вкуса, ну, да, есть у нас серьезная проблема, да, ведь, как бы, то есть, вообще, серьезная проблема, она, как бы, заключается, вот почему сейчас там ругают, один из, как бы, один из аргументов тех, кто ругает русскую культуру, заключается в том, что она никоим образом не коснулась большого количества людей, и что она, эти, что эти люди, их не читали, не читали, вот, ну, я думаю, что, ну, это, да, это такой феномен, но, все-таки, вот, ну, для меня, по крайней мере, человек пошлый, я могу даже умилиться им, я могу понять его как-то, и даже, даже понять артиста, который где-то, в чем-то ему, значит, там, потворствует, то есть, вот, есть граница, знаешь, вот, пошлость, окей, а вот, зверство, не окей, и, когда эти люди, невежественные, там, выбирают не того, ну, не такого, как я выбираю, там, музыканта, я говорю, окей, ну, современная культура может быть каждому свое, то есть, нет мейнстрима, да, и вот они хотят такое, ну, значит, в этом есть какая-то своя правда, да, то есть, как бы, вот, то есть, я бы, честно говоря, остерегался, вообще ставить эти мостики, ну, что там, талантливые, обязательно на стороне добра, а вот, пошляк обязательно, там, на стороне зла, может быть, все по-другому, и мы это, многие же писали, вот, в Твиттере, кто-то шутил, что, вот, никогда не думал, что, там, Чаев будет на стороне власти, а Пугачёва будет против, да, то есть, как бы, это другое измерение, мы, нас слишком, дело в том, что вот это вот, ну, как бы, мем, да, поэт в России больше, чем поэт, наверное, его надо пересмотреть, вообще многое нам в культуре надо пересмотреть, вот, потому что, собственно говоря, собственно говоря, культура все-таки виновата, русская, например, миф о русском человеке, как о глубоком человеке, который переживает Христа, который думает, о добре и зле, этот миф порожден русской литературой, настолько прекрасной, что в этом убедили весь мир, и в том числе сами себя, да, и вот, вот этот человек с какими-то своими животными, абсолютно языческими страстями, думает про себя, что он лучше всех, да, откуда вот взялось, например, представление о том, что в нравственном смысле русское общество сохранилось, ну, а запад нет, ведь если вы возьмете статистику, окажется, что убийств на тысячу человек у нас больше, чем в Европе, у нас больше больных с ПИДом, а это косвенный признак того, что у нас много геев, то есть, в принципе, мы можем, у нас изнасилование обычное дело, у нас насилие в семье обычное дело, то есть, по большому счету, эта страна как раз именно с точки зрения вот этой святости, в общем, там где-то на последних местах, но вот эта уверенность в том, что мы лучше, мы особенные, что мы о себе мыслим, как о христианах, она живет, и она живет не только в нас, но и в ком-то еще, мне кажется, что эта литература так хорошо постаралась создать этот миф, что этот миф, ну, миф победил реальность, вот. В целом, надо пересмотреть отношение вообще к этому, к величию, то есть, размер имеет значение, размер не имеет значения, на самом деле. Если мы европейская культура, в Европе нету великих культур. Все культуры наравны. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, кстати, вот хочу процитировать Набокова, Ксения Ларина в своем телеграм-канале опубликовала, с юности я покинул Россию в 19 лет, мои политические взгляды остаются строгими и неизменными, как старая серая скала. Они классически почти до банальности. Свобода слова, свобода искусства, социальный или экономический строй идеального государства меня интересует мало. Желания мои весьма скромны. Портреты главы государства не должны размером превышать почтовую марку. Никаких пыток и никаких наказаний. Это писал Набоков. Про портреты. Почему в России культура портрета фотографий вождя руководителя президента генерального секретаря откуда это пришло и почему это в 21 веке тоже оказалось востребовано? Почему Путин висит до сих пор в кабинетах чиновников в момент, когда был Медведев, они висели оба. Я даже помню, видел это, потом Медведева сняли и так далее. Это продолжение культа личности или что-то другое, как вы считаете? Ну, наверное, чинопочитание, да, такое. Вы знаете, я вообще вот эти люди, которые вешают портреты, мне кажется, как раз это не искренние сторонники Путина или кого-то, а это такой цинизм такой, то есть вот надо как-то проявить свое рвение, свое чинопочитание, что ты свой, значит, вот повесил портрет и все, и вроде как проблема решена. Я помню, была очень смешная история про портреты, потому что так нечего сказать. Я в свое время пришел к Ресину, там какие-то вопросы решали по Москве, Ресин это был такой вице-мэр Лужкова, самый влиятельный, самый там, то есть, ну, этот человек, который там решал судьбы очень богатый, очень влиятельный и так далее, и так далее. И я к нему пришел, а я такой свободный, значит, с сережкой в ухе, что-то такое, и он, значит, так, и мы с ним говорили, я пошутил над портретом, значит, Путина, не, не Путина, Ельцина, и так далее еще, у него был Ельцин, это было еще во времена Ельцина, вот, и он вдруг ответил на это шуткой, говорит, давай посчитаем, у него, значит, в кабинете было 18 портретов Ельцина, один над головой, один на столе так ставил, другой, и что-то 10 портретов Лужкова, то есть, Лужков тоже должен быть, но все-таки Ельцин главнее, то есть, я думаю, что это именно такая как бы культура бюрократическая, людей, в общем-то, безидейных, без, флаги менялись, все, как-то вот они решили, что символом чинопочитания должен быть начальник, я думаю, что это, да, это, наверное, повод для анекдотов, но вот у нас, кстати, популярный не только в кабинетах, но на Арбате, значит, матрешки тоже с этими начальниками, вот, ну, они наши какие-то популярные фигуры, то есть, они москульт, то есть, вместо Мерлин Монро, то есть, у нас не было этой Мерлин Монро, то есть, она была, конечно, Любовь Орлова, но, но как-то вот в кабинетах, значит, вот это Мурло, ну, у меня тоже, кстати, в кабинете есть портрет, ну, такой, в ироничном смысле, портрет начальника, это, у меня есть работа Орхова, автопортрет, значит, в женском парике, и я так шучу, я его вожу с собой, вот, и в Перевозил, и вот сейчас в Черногорию, то есть, у меня тоже, как бы, есть начальник, но это уже по отношению к этой культуре какая-то такая рефлексия, в этом есть еще какой-то вот жизнь прошлого, я считаю, потому что в прошлом почти все скульптуры были памятниками, а почти все картины были портретами, и в основном портреты умерших, и вот получалось, что, как бы, люди превращали города и здания в такие в кладбище и в склепы, ну, такой культ мертвых. Как говорится, от склепа до склепа. Ну что ж, спасибо вам большое, Марат Гельман был с нами на прямой связи сегодня, благодарим вас и всего доброго, до следующего раза, до свидания. Мы продолжаем. Продолжение следует...